Всем привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Олеся. В моем паблике я проводила опрос, и результаты его распределились таким образом, что я обязана вам снять туториал, так называемый туториал по акварели. А точнее я буду рассматривать три разных техники. Это будет непосредственно сама акварель, это будут акварельные карандаши, и это будут акварельные маркеры. Все они в основе примерно одинаковые, но имеют некоторые принципиальные различия. Если вдруг кому-то интересно, как этим можно управляться, то оставайтесь со мной, покажу, что могу, покажу, что сама умею. Я не профессионал своего дела, поэтому буду говорить, как я умею, как я делаю, и, может быть, это вас как-то вдохновит, или даже даст вам какую-то небольшую базу, особенно если вы новичок, то... Ну, в общем, давайте посмотрим, что из этого получится. У меня нет никакой заготовленной речи, поэтому если меня будет куда-то заносить, не серчайте на меня. Терпите, перематывайте, или я сама это вырежу. Так что, не знаю. Даже на самом деле не знаю, с чего начать. Наверное, начну, собственно, с основы, с бумаги на том, на чем я рисую сейчас. Это обычная акварельная бумага. Продается она в любом художественном магазине. Практически во всех городах сейчас такие магазины есть, поэтому найти ее будет нетрудно. Это бумага, текстура у нее под холст. Честно сказать, я не в восторге от этой бумаги, потому что до этого я рисовала на пастельной. Она, ну, как бы, типичнее для меня, потому что она достаточно плотная. А так как я рисую в один слой, попозже я объясню, что это значит. Для меня это, на самом деле, важный аспект, потому что тонкая бумага очень сильно впитывает краску. И для моей техники, именно для моей манеры, она не совсем подходит, потому что я, так скажем, тупо не успеваю за ней. Начинаю я, так как по скетчу мы с вами не будем сейчас, если интересно, я потом постараюсь как-нибудь снять об этом видос отдельный. Начинаю я с теней. Это довольно-таки неудивительно. И, как правило, ну, я сейчас буду брать такой классический цвет для меня, вообще всю гамму. Это будут такие теплые красноватые оттенки. Что я сейчас делаю? Грубо говоря, я выделяю зону тени под бровью, на переносице и на складке верхнего века. Самое темное место у нас будет непосредственно под бровью и на переносице, кончик носа и внешний уголок глаза. Также по линии контура овала лица, подбородок, ямка над верхней губой, также под бровью у второго глаза. Здесь легче, потому что свет падает с этой стороны, и, поэтому, здесь нам сильные тени не нужны. По поводу цвета, вы можете выбрать, в принципе, абсолютно любой, какой вас устраивает. Ну, я смешала, грубо говоря, фиолетовый, какой-то там красный и немного коричневый. Ну, опять же, это будет более эскизный такой вариант, чисто, чтобы показать вам, как это все работает в моем случае. Опять же, я подчеркиваю, что я не профессионал, и сделать-то я могу, объяснить, может быть, и не очень. Ну, попробуем. Не усердствуйте никогда по поводу теней в акварели, потому что всегда проще их затемнить в процессе, чем переборщить и в итоге сделать слишком, слишком сильные тени. Это, ну, ни к чему хорошему не приведет. Я ввожу, он желтый, ну, это, точнее, даже светлая охрана, чтобы все-таки сохранить свой дверец. Не затемнейте никогда пространство непосредственно под самой брови. Постепенно ввожу цвет светлее и перехожу к непосредственно светлым местам. Туда, где падает свет. Касательно того, что я говорила по поводу одного слоя, я сказала, что я рисую на одном слой. То есть, я рисую до тех пор, пока краска не начинает высыхать. Некоторые люди рисуют слоями. То есть, грубо говоря, сначала наносят самые темные места, оставляя незакрашенные светлые, затем переходные места, когда уже первый темный слой высох, то есть поле тени. И нанося свет, то есть самую-самую светлую краску по прозрачным слоям в конце, когда два предыдущих уже высохли. Я так не делаю. Не могу сказать, почему. У меня нет очень какой-то четкой выраженной причины. Ну, наверное, потому что моя манера несколько отличается от плоскостной манеры, когда краску наносят как бы ровным слоем. Я наношу такими разводами, и сама моторика моей руки выглядит все время примерно вот таким вот образом. То есть, я не делаю ровных, каких-то вот плоских таких мазков. Как бы совершая все время промакивающие движения. Если я не хочу, чтобы граница нанесения краски была четкой, я наношу краску, и потом вместе со мной границы просто примакивающим движением растушевываю ее, собственно, вместе с водой. Заполняю брови примерно тем же цветом, которым и делала тени. Все делаю очень лег, тоненькими слоями, для того, чтобы можно было в дальнейшем отрегулировать плотность нанесения краски и цвета, как нам непосредственно нужно. Для губ смешиваю вот эти два цвета. Красно-коричневый такой кирпич и малиновый. Я не буду называть их там всякими сепиями и бла-бла-бла, чтобы все было доступно и понятно. всегда нужно помнить про то, что все на лице имеет свою форму. Соответственно, если свет падает, допустим, слева направо, то касательно губ. Губы имеют полукруглую форму. Выкладываю в темные места несколько этапов для того, чтобы не переборщить. Сейчас вот губа, очевидно, темнее, чем все остальное, но это ни капельки, ни партия ситуация, потому что, наоборот, относительно этого мы будем выстраивать все наши тени. Субтитры создавал DimaTorzok пока у нас сохнет остальное, быстро пробегусь по глазам и волосам, потому что, если я буду подробно рассказывать про каждый момент, то это будет слишком длинное видео. Глаз имеет круглую форму, поэтому все затемнение происходит с учетом этого первостепенного правила. То есть, опять же, если в данном случае свет падает слева, то все затемнение будет строиться справа. Также не забываем про то, что так как глазное яблоко круглое, то под веком всегда будет самое темное место, ну, если, конечно, свет падает не снизу, и то в том случае, это тоже спорный вопрос. Под веком и в уголках глаз самые темные места. Также нельзя забывать про то, что глаз имеет всякие различные капилляры и все в этом духе, поэтому в уголках глаз слизистую можно использовать красноватые оттенки. Под веком, то есть затемнение непосредственно, можно использовать фиолетовые, синие, любые оттенки теней, которые используете в других каких-то моментах. То есть это зависит уже непосредственно от общей гаммы вашей работы. Выстраиваем брови. Симметричность, хотела сказать. Не переживайте, если какие-то моменты у вас выглядят или получаются не совсем симметричными, потому что не стоит забывать о том, что изначально все люди не симметричные, и, допустим, одна бровь выше или ниже это нормальное абсолютно явление. Ну, конечно, в рамках разумного. Закрашиваю самым темным цветом прикорневое пространство. Я люблю накладывать акварель пятнами и уже в дальнейшем по общему объему волос прорисовывать какие-то отдельные детали. Ну, собственно, отдельные волоски. Выбираю цвет глаз. Ну, в данном случае это будет такой цвет морской волны. Самое темное, опять же, будет в том месте, где свет не падает, то есть справа. Самое светлое в том месте, где падает. И под веком, как я уже сказала, будет всегда темнее. для деталей я возьму сейчас кисть потоньше, для того, чтобы мне было удобнее работать. Вот так она выглядит. Очень тонкая, с очень острым кончиком. Набираю цвет, который мне нужен. в данном случае этот цвет для обводки радужки по контуру. То же самое проделываем с губами, пока мы не заходим. брови рисую по линии роста волос. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 потому что акварель у меня здесь растеклась есть. Это на самом деле не страшно, но старайтесь не допускать это. То есть ждите, когда что-то досохнет. У меня вечно с этим некоторые сложности, потому что я нетерпеливый человек. И поэтому мне иногда приходится потом поправлять все. Возвращаясь к волосам, затемняю все те зоны, где мне нужно, чтобы было темнее. Логично. Я ввожу другой цвет, это зеленый смешанный с коричневым, и ввожу радужку. Также делаю некоторые вкрапления, чтобы глаз выглядел более натурально. Вообще возьмите себе за правило, если вы не знаете чего-то касательно человеческой анатолии, и вообще того, как человек устроен. Просто встаньте перед зеркалом, поразглядывайте себя. И некоторые вещи, кажется, очень далеко, когда не использую черный в акварели. Ну, не сказать, чтобы прям уж критично никогда, но не использую там, где он именно не запланирован. Пользую я черный, потому что черный в работе визуально сразу вырезают некую дырку. И он очень сильно дробит работу. Поэтому вместо черного вы используете все возможные любые темные цвета. С волосами все просто. Здесь, по сути, кроме сноровки, ночевой и не нужно. По большому счету. Я просто набираю на кисть тот же цвет, который использовала для всего объема волос. И прорисовываю отдельные волоски. Либо тонкой кистью, либо той кистью, которая вам удобна. Единственный нюанс, чем смелее ваши движения, тем, на самом деле, ровнее в итоге получаются все линии тонкие. И плюс, также не стоит забывать, что волосы имеют свою текстуру. Ну и в завершении, белые детали. Можно использовать обычную гуашь, титановую я использую, потому что она побелее немножко, чем цинковая. Прохожусь кончиком кисти по волосам. Как бы создавая отдельные будущиеся волоски в текстовый волос. Тоже не переусердствуйте с этим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...